Весна – это не только пора пробуждения природы, теплого майского солнца и предвкушения летнего отдыха. Для тысяч людей по всему миру весна – это еще и время лекарств и мучений. Речь идет о тех, кто страдает полинозом – сезонной аллергии на пыльцу растений. Многие из таких людей и минуты не могут пробыть на улице. Они начинают чихать, задыхаться, а слезы при этом льются рекой. Как распознать заболевания и подавить симптомы – в нашем следующем материале. Май для аллергиков – самый тяжелый месяц. Именно в это время идет наиболее интенсивное цветение, которое сопровождается образованием пыльцы и пуха. Такие периоды становятся настоящим испытанием для людей, страдающих так называемым полинозом – сезонной аллергией. В данном случае речь идет о цветении деревьев, которые у нас расцветают максимальное цветение с середины апреля до конца мая. Первые симптомы могут у людей появляться еще в марте, когда начинается сокодвижение. По оценкам специалистов, полинозом в той или иной форме болеют от 20 до 40% людей на земном шаре, то есть примерно каждый пятый. Чаще всего заболевания передаются по генетической линии от родителей. Но также формирование аллергических болезней, по словам специалистов, могут способствовать частой вирусной инфекции, неправильное искусственное вскармливание, плохая экология. Долгое время человек может и вовсе не знать, что у него аллергия. Симптомы могут появиться в зрелом возрасте в любой момент. Весной их катализатором становится цветение черемухи, орешника, ландыша, березы и других растений и деревьев. В такие периоды, советуют специалисты, самое главное – стараться как можно реже выходить на улицу. Нынешнюю весной, в период распространения коронавируса, такая рекомендация ценна вдвойне. Здесь как раз помогает режим самоизоляции. Чем меньше данные люди находятся на улице, тем они лучше себя чувствуют. Ну а дома регулярно положено делать влажную уборку, чтобы убирать ту пыльцу, которая попадает к нам домой с улицы. Комнатные растения исключаются, особенно в спальне их не должно быть. Также, дабы смягчить аллергические симптомы, специалисты советуют чаще принимать душ или, по крайней мере, промывать глаза и нос. Кроме того, совершенно не лишним будет прибегнуть к лекарственным препаратам. Традиционные антигистаминные средства в купе с назальными каплями помогут облегчить симптомы весеннего полиноза. Отметим, что нынешняя весна к аллергикам достаточно благосклонна. Сырая и прохладная погода, говорят врачи, поспособствовала снижению количества обращений, связанных с сезонной аллергией. Да и соблюдение режима самоизоляции людям, больным весенним полинозом, разумеется, только на пользу.